итак ребят всем привет сегодня у меня нестандартное видео давненько мы не встречались с вами вот в таком вот формате видео а сегодня есть повод сегодня я вскрываю посылку которую я получил от своего подписчика умного человека писателя между прочим нумизмата он мне прислал две книжки которых рассказывается кое-какие секреты по поводу монет которые встречаются у нас на копе то есть монеты дефектованные с каким-то насечками рисками по орлу по всему что касается дефектных монет а а посылку нас будет от евгения кривоносова то есть это известный в кругу нумизматическом человек который занимается непосредственно загадками разгадывает в принципе я прочитал от корки до корки обе книги вот вкратце скажу что вторая книга получилось у него куда интереснее потому что там очень большой объем информации которые необходимо знать и мне она в принципе понравилась но сейчас давайте я вам включу и покажу как я ее вскрывал полистаем вместе с вами прикреплю кое-какие файлы с его канала так что думаю будет любопытно кто заинтересован непосредственно вот именно этой темы загадки секреты и ответы так что не будем разглагольствовать и перейдем сразу к распечатанию и просмотру тех самых книг вскрываем евгений кривоносов московской области вот так вот красиво опечатано и вижу две книги нумизматика и орлянка нумизматика и орлянка книга 2 справочник такие две зачетные книги сейчас мы с ними ознакомимся все поближе но в посылке ребят вот такие зачетные приятные книжки очень приятно оформлена жесткая обложка и интересно тем что он даже мне здесь оставил свои пожелания автографы приятно иметь в коллекции вот такую книжку с автографами уважаемому александру васильевичу с наилучшими пожеланиями в жизни и в поиске артефактов от автора евгения кривоносов 6 07 2018 год очень приятно иметь такую книжечку так что можете обратиться если вы заинтересованы получить такую книгу от евгения кривоносова хорошая книга очень приятно и легко читается приятно тем что шрифт очень хороший бумага приятная гладкая глянцевая вот здесь есть в этой книге различные сноски затем комментарии а также есть цветные иллюстрации то есть в принципе довольно таки будет интересно читать здесь он рассказывает именно про монеты которые у нас встречаются на копе что касается дефектованных различного рода насечки на гурте на риски в общем все 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 вот что мы тут еще видим деньга видите на двух сторонах деньга здесь нормальное изображение здесь негативное деньга но это так называемый инкузный брак инкус мух ли он используется в орлянке а почему нет мог для обмана какой-нибудь шулер приходил в толпу крестьян подбрасывал быстренько а люди были неграмотные мши деньга так написано что деньга так думаю что решка он выигрывал уходил но это так называемая могла быть использована как шулерская монета но монеты фишкой назвать ее нельзя потому что это брат брак монетного двора они специально изготовлены шулер монета это обычный брак монетного двора и они попадаются довольно таки нередко а также здесь рассказывается об истории откуда пошла данная игра я даже не знал что она еще начиналась при как говорится царе горохе тогда еще играли обычными серебряными чушуйками ивана грозного в общем всех вот таких вот эпизодов а также он рассказывает здесь история откуда пошло именно название орел решка сегодня речь пойдет происхождение слова решка вот мы видим монеты елизаветы петровны 5 копеек и 2 копейки на них мы видим вензеля как их называют словарях замысловатые или кудрявые и во многих словарях начиная от толковых словарей 19 века при грозном как говорится не было ни орла ни решки а тогда она называлась иначе так сейчас я может быть найду этот фрагмент потому что книгу обе я прочитал от корки до корки вот в общем здесь было раньше название не орел и решка копье аль решето почему вкратце скажу что а здесь раньше игрались вот именно вот такими вот чешуйками игра называлась копье а ля решка копье ну вы сами понимаете потому что было всадник с копьем решето похоже вот именно на надписи то есть как вы видите похоже чем-то на решето затем пошло название от решка то что пошли от были в свое время не грамотные люди и были монеты в петровское время здесь вот были такие пупырчатые монеты для неграмотных то есть они были могли их определить на ощупь вот гривенник имелось так опять 10 орешков таких так называемых затем 5 копеек 5 орешка то есть здесь вот все понятно и находчиво копейка была с одним с одним решка аль тынь с тремя в общем все здесь наглядно и понятно описано есть очень много сносок вот кстати про орешки тут как раз он говорится и показывает то есть снос очки все понятно объясняет в общем книжка очень интересная вот и приятно легко читается мне понравилось особенно именно справочник вот это немножко на как бы знаете я ее прочитал ознакомился все как бы для меня это было ясный банально еще в свое время когда я вот разгадывал загадки если вы интересуетесь а вторая книга интересно тем что здесь у нас практически все то что описано в первой книге написано во второй то есть продублировано и здесь очень много еще есть таких новшеств которых я не знал то есть здесь есть цветные иллюстрации вот какие-то все опознавательные знаки сигналы вот то есть даже по современной то есть ошибки художников в общем есть кое-какие моменты которые нужно как бы знать каждому вот а в конце книги имеется здесь вот группы именно тех самых монет то есть насечки здесь все описано образцы как зачем и почему оказывается бывает видите и с обоих сторон эти те самые насечки я думал что насечки у нас только со стороны орла но нет встречается и вот такие монеты и здесь он их описывает что эта фишка вот так же игровая и у всех народов и где игрались были свои правила и свои тем самым фишки также рассказывает здесь и оба фальшивых монетах то есть которые использовали при игре то есть жулики есть 2 орлевые есть даже и наземные монеты то есть свое время здесь были различного рода мошенники и здесь он также рассказывать как они их изготавливали сегодня поговорим о двух орловиках что такое дух орловик 2 орловик это монета фишка изготовленная орлянчиком специально для обмана в игре в орлянке что она из себя представляет посмотрим оборотную сторону переворачиваем тот же самый венцель такой же самый с короной все как положено даже не раз трудно определить где тут настоящий аверс а где сделанный вот видите вот где тут орел где тут решка поворачиваем и там орел двух сторон орел вот такая вот монета вот полное описание книги в общем классные книги всем рекомендую почитать или же зайти на его сайт и ознакомиться на сейчас попрощаюсь короткое видео но думаю полезно а сейчас ребята я вам покажу продемонстрирую что у него на канале и как зайти к нему в гости сейчас я все отмечу вот подписаться и поставить колокольчик и вы будете всегда у него в друзьях и будете всегда оповещены то что у него какая информация появляется новая по монетам денег кривоносову также и на ю тубе имеется свой канал который он открыл недавно здесь он выкладывает кое-какие эпизоды связанные с книгой и здесь он рассказывает и показывает именно то что вы можете прочитать или же просто у него на канале посмотреть здесь он рассказывает показывает оба вариантов насечках рассказывает как их делали эти монеты для чего делали в общем очень большая информация которым наверное будет полезно и интересно узнать потому что зачастую на копе встречаются такие монеты очень часто мы ругаемся и плюемся когда находим такие монетки видео у него в принципе не особо много они коротенькие но для информации стоит их посмотреть так что очень много чего интересно вы можете узнать для себя на этом ребят я и закончил свой короткий сегодняшний видео обзор книги довольно таки интересные получились книги вот они они вот так вот выглядит ну в принципе если кто-то заинтересуется можете обращаться непосредственно к евгению и что вас интересует можете либо заказать либо проконсультироваться пообщаться он будет рад всем ответить так что вот так вот продолжаем смотреть мой канал и будете просвещаться также как и я все пока следующий раз на копе а а